С вами Николай Пименко. В проекте Дата сегодня 20 декабря. В России отмечается День работников органов государственной безопасности. В соответствии с приказом председателя ВЧК Зержинского в 1920 был создан иностранный отдел ВЧК, затем первое главное управление КГБ СССР и Центральная служба разведки СССР, правоприемницей которых является служба внешней разведки Российской Федерации. О том, кто же родился в этот день в 1946 году, Ури Геллер, израильский фокусник, иллюзионист, мистификатор, стал известным на весь мир благодаря сгибанию металлических ложек. 1985 год в этот мир приходит Елизавета Боярская, российская актриса театра и кино. Ну а теперь о некоторых событиях 20 декабря 1408 год хан Едигей отступил от стен Москвы, окончание последнего крупного набега на Русь. Этот самый Едигей темник Золотой Орды в конце 14-го, начало 15-го веков, основатель династии, которая возглавила Ногайскую Орду. Его прямыми потомками по мужской линии были князи Урусовы и Юсуповы. В 1835 году издается указ Николая I. Он запрещает духовенству неправославного вероисповедания покупать земли с православным населением. Указ издается после неединичных случаев насильственного окатоличивания польскими ксензами крепостных крестьян в Белоруссии, например. 1924 год. Михаил Булгаков пишет в дневнике. В Москве события выпустили 30-ти градусную водку, которую публика с полным основанием называет Рыковкой. Алексей Рыков, председатель Совета народных комиссаров СССР. Отличается она от царской водки тем, что на 10 градусов слабее, хуже на вкус и в четыре раза ее дороже. 1924. Адольф Гитлер, отбывавший наказание после подавления пивного путча и приговоренный за государственную измену к пяти годам заключения, освобожден из ландсбергской тюрьмы после девяти месяцев заточения. Гитлер содержался в комфортных условиях, его камеру убирали другие заключенные, а он регулярно принимал посетителей. За время заключения Гитлер надиктовал сначала секретарю Эмилю Моррису, а затем Гессу свою книгу «Моя борьба». 1925 год. Премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Картина, впоследствии признанная лучшим фильмом всех времен и народов, до сих пор продолжает оставаться одним из самых значительных произведений отечественного и мирового киноискусства. Причем это признано практически всеми. Сюжет основан на подлинном историческом событии. Он образно выразил основные социальные тенденции 20 века, как пишут критики. Массовое стремление к свободе, борьбу с тиранией, защиту человеческого достоинства. 1935 год. Открывается гостиница «Москва» в Москве. Она стала первым советским и самым центральным столичным отелем, который распахнул свои двери. Гостиница была построена по проекту знаменитого архитектора Алексея Щусева. Люди гадали, почему фасад образцового сооружения оказался несимметричным. Говорят, есть байка о том, что для Иосифа Сталина подготовили два варианта фасада. А он начертал резолюцию одобрить прямо на осевой линии, которая разделяет проекты. А инженеры взяли и построили. 1938 год. В СССР введены трудовые книжки. Официальный персональный документ, который содержит записи о трудоустройстве гражданина. В Европе известны с конца 18 века. В СССР трудовые списки, это же трудовые книжки, введены взамен дореволюционных послужных списков, которые охватывали лишь некоторые категории граждан. В современной России трудовая книжка оформляется при первом поступлении на работу, хранится в отделе кадров, организации, работодателя. И постепенно идет переход к электронной версии документа. 1952 год. Пойман второй экземпляр реликтовой рыбы целокант первый был получен учеными за 14 лет до этого. Самая значительная находка естествознания в 20 веке. Точно такие же рыбы без каких-либо изменений жили на земле, представьте себе, 250 миллионов лет назад. 1958. В Москве открывается памятник Феликсу Дзержинскому. Впервые воздвигнуть монумент создателю УЧК было решено еще в 1936 году. После войны к этому вопросу вернулись, решив, что памятник будет стоять на Лубянской площади на месте фонтана. В конкурсе на сооружение памятника победил скульптор Евгений Вучетич. Открытие монумента состоялось в 1958 году в этот день. Железный Феликс, в действительности он был отлит из бронзы, простоял на этом месте 33 года. В 1990 году по инициативе общества Московский мемориал на Лубянскую площадь был доставлен Соловецкий камень из Соловецкого лагеря особого назначения как дань памяти жертвам политических репрессий. Ну а 22 августа 1991 памятник Дзержинскому был демонтирован защитниками Белого дома, праздновавшими победу над путчистыми. Бронзовый монумент был перенесен в 1994 году в парк скульптур на Крымском валу, где он находится до сих пор, причем находится в прекрасном состоянии. 2000 год. Парламент Великобритании одобряет правительственный законопроект, который позволяет использовать клонированные эмбрионы человека в медицинских целях. За это проголосовали 212 членов Верхней Палаты Национального парламента против 92. Таким образом, Великобритания стала первой в мире страной, где было легализовано клонирование эмбриона человека. Клетки должны использоваться для борьбы с тяжелыми заболеваниями – рака, лейкемии и болезни Паркинсона. Обсуждение законопроекта носило драматический характер. Сторонники клонирования настаивали, что скорейшее принятие Билля – это вопрос жизни и смерти для многих людей. Однако многие лорды призывали к терпению и осторожности. Против планов правительства выступили главы основных религиозных конфессий Соединенного Королевства. По их мнению, использование клонированного эмбриона ставит ученых выше бога – творца человека, что недопустимо ни с этической, ни с моральной точки зрения. Ну и еще об одном событии. В 1706 году, в такой же день, в 9 часов утра, со Спасской башней московского Кремля впервые пробили часы с колокольной музыкой, установленные иноземным мастером Якимом Гарнелем. Эти четвертые по счету куранты Кремля Петр I распорядился сделать по западному образцу с 12-часовым циферблатом. Часы дважды страдали от пожаров в 1737 и 1812. А в середине 19 века мастера-братья Буттеноп, использовав детали часов Гарнеля, установили куранты, механизм которых электрифицированный и модернизированный. Верно служит и по сей день. В 1913 году проведена полномасштабная реставрация внешнего вида курантов, приуроченная к 300-летию дома Романовых. Компания-братья Буттеноп продолжала обслуживать часовой механизм. В 1917 во время артиллерийского обстрела при штурме Кремля часы на Спасской башне серьезно пострадали. Один из снарядов, попав в часы, перебил стрелку, повредив механизм вращения. Часы остановились и практически год были неисправны. Но по указу Ленина было решено восстановить кремлевские куранты. По указанию новой власти художник и музыкант Михаил Черемных разобрался в строе колоколов, партитуре курантов и набрал на игральный вал революционные мелодии. В соответствии с пожеланием Ленина в полдень колокола отзванивали интернационал, а в полночь выжертвы упали в честь похороненных на Красной площади. В 1996 году во время инаугурации Ельцина куранты, молчавшие 58 лет после традиционного перезвона и отбивания часов, вновь заиграли. В полдень и полночь колокола стали исполнять патриотическую песню Глинки, а каждые 3-9 часов утра и вечера мелодию хора «Славься» из оперы «Жизнь за царя». Но по-прежнему мы видим на Спасской башне Красной площади те куранты, что восстановили братья Бутиноп еще в 1852 году. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok